Здравствуйте! Этот конкурс проходит в нашем ВУЗе не первый год, он проходит в течение уже 7 лет и предполагает, безусловно, целый ряд подготовительных этапов. Прежде всего ведется отбор лучших кураторов на факультете, и затем уже эти кураторы принимают участие в конкурсе «Куратор года». Причем представляется сам конкурс, он многоэтапный, он фактически длится 4 месяца. И складывается из различных этапов. Это прежде всего визитная карточка, где должны куратор представить свою группу. Далее идет написание программ по воспитательной работе и, соответственно, защита их. И следующий этап – это написание сценария открытого мероприятия и, соответственно, проведение активной такой формы. Сложная была борьба за первенство? Участники, я могу сказать, все достаточно сильные. У каждого свое было какое-то приоритетное направление. Идеи были очень интересные, разносторонние. Я думала, жюри было достаточно сложно выбрать победителя, потому что, я думаю, все были равнозначны по силе. Я думаю, каждый был достоин победы в этом конкурсе. Я считаю, что конкурс такой нужно проводить. Он, главное, нас знакомит с друг другом, сплачивает нас. И, конечно, посмотреть на опыт работы других всегда очень приятно. Тем более такой. Довите еще несколько слов. Что сами представляли на конкурсе? Самая важная ваша работа какая была? Я считаю, что одна из самых важных – это было непосредственно проект написания программы. И активная форма участия со студентами – это непосредственно открытые мероприятия. У меня это было в качестве программы по приоритетному направлению профессиональная ориентация. Проект назывался «Творчество в профессии». И в рамках этого проекта было открыто мероприятие, проведено под названием «Будь креативным бухгалтером». Это мероприятие было направлено на то, чтобы показать ребятам, что даже такая на вид скучная работа, как профессия бухгалтера, может содержать в себе множество идей для творчества. То есть любая деятельность может быть связана с творчеством. А вообще что делают кураторы? Кураторы, безусловно, одна из главных функций. Тем более, институт кураторства развит уже очень давно. Они работают у нас, как бы принято работать со студентами первого и второго курса. И, конечно, первая задача – адаптировать студентов к новым условиям. Потому что все они приходят после школьной скамьи к нам, и, естественно, возникает целый ряд трудностей. Вот еще раз повторяю, у нас такая интересная сейчас тенденция сложилась, что ребята действительно приезжают в основном с районов. И поэтому общежития, новые условия среды, порой они еще не имеют даже спланировать свой бюджет и так далее. То есть вот здесь, конечно, безусловно, работы предстоит немалая. И, конечно, адаптация к условиям обучения в ВОЗе, потому что отличается форма самообучения уже в данном случае. И я считаю, что куратор, самое главное, он должен быть человеком неравнодушным. Потому что если ты равнодушен к своей работе, не сложатся отношения с группой, и, соответственно, уже той отдачей, той обратной связи, которую вообще дает работу куратора, настоящего куратора, уже не будет. Почему вы решили стать кураторами? Для меня это был первый опыт. Было интересно попробовать себя в этой роли. И, конечно же, очень интересно работать со студентами, с первокурсниками непосредственно, потому что после школы они, конечно, становятся другими. Очень интересно смотреть, как они меняются, взрослеют у тебя на глазах. Наталья Григорьевна, а вы? Я вспоминаю глаза своих ребят, когда я пришла к нему знакомиться с 1 сентября, то есть представляет группу. Они, знаете, такие, как зайчишки, такие испуганные, такие, и не знают, где аудитория. Потому что корпуса достаточно два, ведь корпус вот здесь, я имею в виду, главный, где идет обучение студентов, естественно, географического факультета. Номер аудитории, где это вообще? Ну, то есть, и вот настолько и сейчас, знаете, они так уже себя чувствуют уже уверенно. Статус такой их явно уже повысился. И вот самое главное, вы знаете, что очень важно, вот этот конкурс, он нам помог, вот я думаю, что это мнение Елены, он помог раскрыть ребят. Мы вот, когда готовили мероприятие, то есть, естественно, обсуждали все это вместе, коллективно. И я вот иду, даю свою идею. А мне ребят говорят, а давайте вот сделаем так. И я вижу, что это на порядок интересного, даже у нас, наш мероприятие открытое посвящено биологическому краеведию. Во-первых, выбор вообще кандидатуры. Понятно, обо всех биологах, да, рассказать было просто невозможно. Поэтому мы вот выбрали интересные судьбы, интересные идеи. Вот, в частности, ну, Павлова, естественно, музей Павлова мы не могли обойти. И вот я ребятам говорю, а вот давайте, значит, мы не будем по этому поводу беседовать, будет видеоролик, и я вас спрашиваю, какие у вас впечатления о музее. А мне мои ребята говорят, Наталья Горьковна, давайте проведем викторину. И они сделали видеовикторину. То есть, кто из них лучше запомнил интерьеры. Вот, и вообще я хочу сказать, вот вы знаете, я уже вот сейчас с высоты уже своего возраста, и вот мы сейчас с ними активно ходим. Мы были в доме Рюминых, то есть, в художественном музее. И как раз там экспозиция была посвящена доме Рюминых. То есть, вот, понимаешь, как ты мало знаешь. Поэтому я ребятам, у нас так идет как бы личностное, да, становление, профессиональное. Но я считаю, что в духовном плане нужно в этом плане очень много работать. И вот, кстати, среда нашего города, она как раз нам дает такую очень великолепную возможность. Расскажите о наиболее интересных мероприятиях, которые вы проводите. Мероприятия у нас были «Кто хочет стать бухгалтером?». Также у нас была профессионально ориентированная игра «Что, где, когда?». То есть, с нашей точки, с профессиональной экономической точки зрения эта игра была проведена. И множество других мероприятий в рамках конкурса профессионального мастерства. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего приходится вам сталкиваться во время учебы? Во время учебы здесь очень много, конечно, проблем. Потому что, вы знаете, все преподаватели, к сожалению, отмечают не очень хорошую подготовку школьную. И поэтому приходится немножечко наверстывать упущенное, в том плане, что, понятно, вузовская программа предполагает более серьезное овладение материалом. И у нас, конечно, замечательный приятный преподаватель на нашем, например, факультете, естественно, географическом, которые умеют, понимаете, вот это соединить, дополнить пробелы, которые порой бывают, встречаются детям, и давать еще и профессиональное уже образование в рамках вуза. Какие у вас планы на будущее? У меня, ребята, второй курс, то есть заканчивается моя роль в роли куратора для этой группы. Но я надеюсь, что мы будем с ними сотрудничать и до конца их обучения, несмотря на то, что, возможно, у меня будет другая группа. Я надеюсь на дружбу с ними на дальнейшую. И думаю, что они мне будут помогать в работе с моей новой группой. Но я вот думаю, что, во-первых, со временем, я думаю, все равно к этому придет, потому что мы от этого как бы отошли. Кураторство, я думаю, должно быть продолжено и на третьем, и на четвертых курсах. Потому что есть тоже такая очень традиция, у нас есть сейчас институт тьютеров, так называемый. То есть это когда студенты старших курсов помогают и курируют студенты младших курсов. Ну а планов, конечно, громадьев, потому что хочется, вот мы развиваем, то есть вот это направление, биологическое краеведение, и не только. Вот это посетить наш Кремль, потому что мы так пока туда и не попали. Потом вот сейчас замечательные концерты кремлевские, вот вечера будут. То есть на открытых площадках и оперы Евгения Онегина, вот я знаю, 6 июня Стайца. Спасибо за беседу. Мы желаем вам удачи в реализации ваших планов. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова